еще раз. Да, действительно, звука не было, а вот теперь есть. Меня зовут Илья, менеджер компании Appymatica, Максим Васюхин, менеджер по продвижению Вайп-систем, отвечающий за направление E-Link. Мы вам расскажем о новинке от компании E-Link, E-Link WU60P. Да, друзья, всем добрый день. Я надеюсь, что многие ждали этого вебинара, этой новинки, этого телефона, и сегодня, собственно, мы подробнее про нее расскажем, что же появилось нового, какие проблемы были решены. Ну, раз все собрались, предлагаю начать. Да, минимум корм есть. Всем еще раз здравствуйте. Действительно, мы сегодня не только поговорим о WU60P, но вообще еще раз делаем обзор линейки DECT решений от E-Link, включая репитеры, которые тоже не так давно появились. Может быть, кто-то из вас действительно еще о них не все знает, но обо всем по порядку. Собственно, основные характеристики можете видеть на слайде. И я надеюсь, все обратили внимание на главную особенность, главные технические характеристики, которые появились в новом DECT-телефоне. Это так любимая в Китае цифра 8. Это у них такое счастливое число, и, собственно, в новом DECT-телефоне теперь поддерживается до 8 SIP-аккаунтов, до 8 DECT-трубок и до 8 одновременных разговоров. Количество подключаемых репитеров не изменилось, и, как вы можете видеть на слайде, в комплекте база плюс трубка изменилась только база. Трубка осталась прежняя, W56H, с теми же характеристиками. Фактически здесь ничего не изменилось. Основные изменения коснулись непосредственно базовой станции. Вот Илья держит старая, предыдущая модель и новая от комплекта W60P. Что же, собственно, нового появилось? Что же было улучшено? В первую очередь, E-Link, как всегда, заботится о качестве. Качество всегда стоит на первом месте, и в новой базовой станции по завелениям E-Link удалось увеличить стабильность сигнала еще больше. То есть, ну, в стандарте DECT поменять, наверное, ничего уже нельзя. Это все тот же старый добрый DECT, который существует, наверное, уже с полвека. Но, собственно, стабильность сигнала удалось улучшить. Кроме этого, следуя традициям E-Link, традициям последних новинок, появилась поддержка кодека Opus. Про этот кодек я, наверное, много рассказывать не буду. В двух словах скажу, что это кодек достаточно новый, достаточно популярный. Кодек широкополосный. Замечательно подстраивается под любую ширину канала, автоматически причем. И отличается как высокой степенью сжатия, так и хорошим качеством голоса как на высоких, так и на слабых интернет-каналах. Кроме того, появилась поддержка еще одного широкополосного кодека AMR. Фактически это разновидность кодека G722 широкополосного. И очень-очень важная фишка, которая отличает новый телефон, новую базовую станцию от предыдущей модели E-Link и, в принципе, от конкурентов, это дублирование системы. То есть на сегодня шанс того, что базовая станция в какой-то момент превратится в кирпич, несказанно мало, что это значит. Например, при обновлении системы у вас что-то пошло не так. Не знаю, электричество отключилось во всем здании, пропала связь, компьютер умер совершенно. Это не страшно. У базовой станции в специально отведенном месте, внутри нее, есть дублированная прошивка, которая в случае каких-то неполадок восстановится, и, соответственно, телефон загрузится с этой, скажем так, дефолтной версии прошивки. Вот это вот из основных, скажем так, особенностей этой базы. Нам рассказывали, ты, наверное, знаешь, про возможность крепления на стену. Насколько я знаю, многие жаловались, что в предыдущей базовой станции это не очень удобно реализовано. То есть, а в новой, кроме того, что она, собственно, стала симпатичнее, компактнее, я так понимаю, что ее можно еще вешать на стену. Именно так. Если многие помнят, наверное, эту базу, которая существует много лет, больше, больше, двух или трех лет на рынке, а белую вещь, да, спасибо. Это вот старая база для W52, которая была в комплекте W52P и W56P. Вы можете видеть, что у нее форма, скажем так, не совсем эргономичная, по нашему мнению, и были много проблем прикрепления. Можно небольшое лирическое отступление. Коллеги, кто не знает, вы сами можете переключать экраны и сделать, например, максимово весь экран, чтобы лучше разглядеть базовую станцию, или презентацию. У вас есть стрелочки в верхнем левом углу экрана. Спасибо, Илья. Собственно, вот из-за этой, скажем так, отставки, которая существует для того, чтобы эта база стояла, ее не всегда было удобно вешать на стену. Но для ДЕКТа это достаточно важное условие, потому что не всегда, скажем так, на столе удается, ну, при установке на стол удается добиться максимального покрытия, зоны покрытия сигнала ДЕКТ. И, собственно, у новой базовой станции, как можете видеть, она стала меньше, на удивление. Есть специальное съемное крепление, съемная подставка для установки на стол. Соответственно, новую базовую станцию можно без проблем, без риска повредить ее или поцарапать, повесить, например, на стену, либо в удобное место. Но она стала еще и просто красивее, мне кажется. То есть, если она будет висеть на стене, то можно даже вписаться в интерьер-офис. Вполне, я полностью с тобой согласен. Илья придет много со временем, и, собственно, старается делать эргономичный и стильный, в стильном дизайне свое устройство. Вот, это что касается эргономики. Я знаю, что к новой базовой станции можно подключать не только трубки W56H, но и W52H. Так ли это, как есть условия, действительно, любую трубку можно подключить? Да, вы знаете, телефоны не превратятся в тыкву. W52H. Их можно также подключить и использовать с новой базовой станцией. На сегодняшний день, как вам уже, надеюсь, известно, у Ялинка есть две модели трубок в линейке Delta. Это, ну, скажем так, модель более низкого уровня W52H и модель среднего уровня W56H. И, собственно, к новой базовой станции можно подключить до восьми трубок. Причем эти трубки можно комбинировать, две подключить 56H, там, и шеи 52H. Но есть одна важная особенность. Если все восемь и 52H можно? Хоть все восемь и 52H. Да, можно, если стоит задача, например, сократить бюджет, или просто нет необходимости использовать там все возможности 56-й трубки, можно подключить до восьми трубок 52H. Но есть важная особенность. Если вдруг у вас не получилось подключить трубку 56-ю или 52-ю, которая у вас уже используется в офисе, например, обязательно проверьте версию программного обеспечения. На сегодняшний день к новой базе можно подключить трубки с программным обеспечением версии 81 и выше. Вот пример нумерации программного обеспечения на слайде. Обязательно проверяйте, обязательно обращайте на это внимание. Да, здесь, кстати, нужно заметить, что наши контент-менеджеры обновили карточки товаров на сайте opymatic.com, поэтому можете уже прямо сейчас зайти, найти в разделе файла самые свежие версии программного обеспечения, которые позволят реализовать такие возможности. Рассказывали уже про эту трубку, если я не ошибаюсь, вебинар был еще, наверное, в сентябре. Наверное, не будет лишним повторить, в чем же, собственно говоря, преимущество и достоинство для телефона W56H? Ну, собственно, трубку вы можете видеть на слайде, как она выглядит. Ну, вот в жизни она выглядит, например, вот так. Просто включительно заряжена. Она только со склада, я думаю. Скорее нет. Многие обратили внимание, многие наши партнеры и заказчики о размере этой трубки. Если вы можете, у нас 52H, Илья, может быть, да, подашь, о размере трубки. Эта трубка значительно больше, скажем так, всем привычного декса телефона. Вот, например, даже в сравнении с 52H трубкой вы можете заметить разницу. Не только сама трубка, но и клавиши в том числе. Говорят, что многим людям с большими руками, с большими пальцами неудобно нажимать. Теперь проблемы нет. Да, вот, кстати, у меня эта проблема ушла. Ну, собственно, могу отметить, что при сравнении, например, с обычной трубкой, которую вы используете на стандартном телефоне, на настольном телефоне, она нисколько не больше той стандартной трубки. Это во-первых. Во-вторых, при увеличении, скажем так, всего, всей трубки увеличился и как размер кнопок, так и размер дисплея. То есть дисплей сейчас... Почти два с половиной движения, что позволяет размещать больше информации на одном экране. Да, кроме того, есть возможность использовать записную книгу Эльдап, например, и подгружать фотографии в эту базу. И, соответственно, при входящем на звонке вы сможете увидеть не только имя, фамилию человека, но еще и его фотографию, что достаточно понятно, в хорошем разрешении отобразится на самом экране трубки. Ну, да, еще несколько достоинств, перечисленных на слайде. Как вы видите, наличие лад-индикатора, что тоже может пригодиться. Основываясь на опыте, в том числе на опросах мнений реселлеров, партнеров по всему миру, доработанное экранное меню. Кстати говоря, в пользу случая не забывайте участвовать в всевозможных опросах, которые проводит компания E-Link. Мы тоже публикуем у себя на сайте периодически, потому что действительно компания прислушивается к вашему мнению и старается дорабатывать продукты, исходя из потребностей рынка и потребностей партнеров. И, конечно, измененный дизайн зарядного стакана, телефон лучше фиксируется, и в сравнении с 52-й моделью, действительно, гораздо сложнее его выронить, неправильно поставить, что тоже многие отмечают в достоинстве, что устойчивее телефон стоит в стакане. Ну, сейчас предлагаю поговорить больше о основных преимуществах, собственно, почему нужно выбирать этот телефон и его использовать. Да, если про дизайн мы уже в целом поговорили, то отдельным достоинством уделяют долгий срок жизни батареи и также быструю зарядку по сравнению с 52-й моделью, скорость осуществления зарядки до 100%. Возможно, зарядки от USB, подробно сейчас вам про это расскажем. Наличие 3,5-мм разъема для гарнитуры и защитный чехол. Ну, давай, Максим, может быть, по порядку тогда, да? Остановимся на каждом? Да, буквально несколько слов о каждом пункте касательно зарядки. Весь мир, мне кажется, идет к некой стандартизации. Я думаю, прошли те времена, когда у каждого, даже мобильного производителя, была своя собственная зарядка. И сейчас в нашу жизнь, скажем так, уверенными шагами вошел стандарт microUSB. Это стандарт, который используют сейчас, ну, наверное, все телефоны на андроиде, как минимум. И, соответственно, Geolink идет много со временем. И вот в новой трубке, да, вот, 56-й чек. Для зарядки используется непосредственно этот стандарт, этот шнур на одном конце стандартный USB, на другом конце microUSB. Что, соответственно, позволяет заряжать телефон не только от розетки, скажем так, но и включать его, например, к ноутбуку, заряжать от ноутбука. Заряжать экстравагантные решения, как зарядка от телефона серии P4 от E-Link или, например, от PowerBank. Ну, всякое в жизни может случиться. Да, почему бы и нет. Но, опять же, таким образом можно сэкономить, как минимум, на одной розетке на рабочем месте. Насколько я знаю, достаточно много небольших компаний, которые заезжают в новый офис, например. Не всегда есть возможность сделать ремонт, скажем так, с нуля и под себя. И если есть проблемы, действительно, с розетками, то этот телефон, да, У-56, можно подключить к ноутбуку. Ноутбуками пользуются все, и всегда он есть на рабочем месте. Вот, опять же, шнур, даже если потеряете, либо сломается, вы всегда сможете быстро, чуть ли не в кармане, найти подходящий для этого телефона зарядный провод. Ну да, думаю, сейчас в любом офисе, наверное, можно сотни подобных шнуров найти. Давай пойдем дальше. Мы отметили другое достоинство, возможность подключения гарнитуры. Действительно, наличие 3,5-мм разъема позволяет поддерживать все стандартные гарнитуры, чуть ли не от мобильного телефона, который, опять же, можно найти практически у каждого человека. Что удобно, у 52-й трубки такой возможности не было. Сейчас, условно говоря, мобильные сотрудники могут слушать музыку и просто переключая гарнитуру принимать звонки. Да, теперь не нужно задумываться, где бы найти нужную гарнитуру, не нужно выискивать на сайтах, какая гарнитура подходит, какая нет. Все очень просто. Даже можно вполне использовать стандартные наушники с микрофоном, которые идут в каждом комплекте, например, с мобильным телефоном. И, например, работники склада, я думаю, очень оценят такую возможность, которым необходимо, чтобы руки были максимально свободны, подключая эту гарнитуру и положив телефон просто к себе в карман, например. Максим, может быть, отвлечемся на минуту, ответим на вопросы Бориса в чате, если ты не против. Что касается батарейки. Основной особенностью этого телефона, мы чуть дальше, на самом деле, об этом подробно поговорим, батарейка здесь, не сказать, что проприетарная, но она здесь литий-ионная. В целом, эти батарейки можно купить отдельно, как у нас, так и у наших партнеров, но, в принципе, параметры ее известны, я думаю, не проблема найти ее на рынке где-то достаточно быстро. То есть, выглядит она примерно вот таким образом, ну, стандартная литий-ионная батарейка. Да, спасибо, Илья. Может, попользуясь случаем, можно показать, собственно, и корпус. Да, вот, Илья, пока мы тут с вами болтаем, я уже разобрал этот телефон. Батарейка, с помощью этой батарейки, собственно, удалось увеличить время работы в режиме ожидания до 400 часов. Таких параметров, насколько я знаю, сейчас нет ни у одного из компонентов по ДЭКТу. Касательно второго вопроса, не используя, не используя, зарядка не используя стакана, мы как-то обсуждали с Ялинком эту возможность, но Ялинк сейчас, ну, я не могу сказать, сделан он это или нет. Ялинк сейчас стал уже компанией мирового уровня, и чтобы произвести какие-то там незначительные изменения, Ялинк тщательно-тщательно собирает все отзывы для того, чтобы внедрить их в новые технологии, новые фишки, свои новые телефоны. Сейчас возможности зарядить нет трубку без базы, ну, видимо, без зарядного стакана, да, я имею в виду. Ну, я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Пойдем дальше. Еще одна опциональная возможность, которая также является преимуществом трубки 56P, это наличие защитного чехла, который любой из вас может докупить дополнительно к трубке, что повысит такие характеристики, как ударопрочность, защита от влаги, дает дополнительный параметр трубки, такой как конец скольжения, то есть считается, что ему срочно соскользнуть со стола в случае чего и упасть. Действительно, чехол никогда не лишний, но наверняка многие же воспользуются чехлами для мобильных телефонов и видят в этом смысл. Ну и, собственно, в обычном обществе, особенно для сотрудников, которые, например, на складе работают, это тоже может быть важным и полезным. Да, хочется отметить, что диалинка сейчас в линейке телефонов нет декорской трубки со степенью защиты выше IP64, либо IP63, точно не помню. Но эта проблема частично решается с помощью этого чехла. То есть, ну, насколько мне известно, достаточно часто декорские телефоны используют, например, ремонтных мастерских, где персонал должен постоянно передвигаться, но помещение не всегда чисто, и там масляными руками можно схватить за телефон. Собственно, вот эта проблема с чехлом частично решается. Я думаю, вполне можно использовать достаточно суровую, скажем так, эксплуатацию в достаточно суровых условиях. Насколько я знаю, многие даже не снимают защитную плюночку с лицевой стороны телефона тоже в надежде сохранить экран. Да, ну, я думаю, это больше русская такая традиция, когда мы даже пульты храним еще в целлофановых пакетиках. Да, ну, еще может быть небольшое замечание. Конечно, этот чехол специальный, он не мешает присоединить к трубке специальный крепеж для того, чтобы носить телефон на поясе. Так что не переживайте, тут все тоже продумано. Ну, собственно, вот здесь на экран, я надеюсь, будет вам видно все, некая такая таблица основных характеристик в сравнении с телефонами Ялинк. Хочу отметить, что телефон W56P снял с производства, он больше… Извините, пожалуйста, я тебя перебью, опять, коллеги, еще раз, вы сами можете увеличить табличку на весь экран. У вас в интерфейсе площадки для вебинаров есть эти возможности самим регулировать. Так что, если не видно, то, пожалуйста, можете расширить. Да, Дмитрий спрашивает по-то чехла. Если нет, обязательно добавим. Проверим, и будет вообще пройти, если его еще нет. Вернемся к нашей табличке. Здесь, повторюсь, сравнение с основными моделями. 56-я P модель снята с производства. Как комплект, скажем так, ее в России поставляться больше не будет. И, собственно, вместо нее предлагается новая база с трубкой W60P. Что стоит отметить? Во-первых, в сравнении с 52-м телефоном, даже больше с 52-й трубкой, в новом комплекте W60P представляется трубка 56H, которая имеет литий-ионную батарею, которая позволила увеличить как время работы в режиме ожидания, так и время работы в режиме разговора. До 30 часов, соответственно, и до 400 часов в режиме ожидания. Ни один из производителей сегодняшних ДЭКТУС-ТРОЙС не может похвастаться такими характеристиками. Кроме того, говоря о новой базовой станции, в W60P есть возможность подключения до 8 трубок, до 8 хип-аккаунтов и использовать одновременно 8 разговоров. Эта характеристика, наверное, на рынке не уникальная, но делает Киолинк вполне конкурентно способным решением. Здесь очень легко запомнить. Три восьмерки. И, соответственно, многие компании, которые используют ДЭКТ, которые выбирают ДЭКТ для использования в офисе, например, либо в ремонтной зоне, либо в автотехцентре. Многим партнерам важна возможность расширения. То есть можно сначала купить одну базу с трубкой, докупить пару трубок, но всегда держать в уме, что есть возможность подключить еще дополнительные трубки без дополнительного финансирования в базу, скажем так. Факт очень важный. И, опять же говоря, об отличиях W60P от предыдущих моделей Ялинка, я думаю, в целом здесь можно сравнивать не только Ялинк, но и конкурентов ближайших и неближайших. Новая база поддерживает кодек Opus. Я считаю это достаточно важным. Ялинк сейчас этот кодек добавляет во все свои новые устройства. Вы можете заметить, что как новая линейка 4S, C4S уже поддерживает этот кодек. Новый конференц-телефоны CP920 и CP960 также этот кодек поддерживает. И, собственно, поддержка АМР широкополосного кодека G722.2. Но не стоит забывать, что телефон, кроме этого, поддерживает практически все популярные, известные кодеки, как узкополосные, так и широкополосные. Например, вот эту же табличку всегда можно у нас получить, спросить, узнать основные характеристики или изучить запись вебинара, если потом захотите пройтись по всем пунктам, представленным на таблице. Да, но на самом деле у нас есть не только такая табличка, еще табличка сравнения с различными конкурентами. Опять же, мы всегда рады помочь нашим партнерам, либо помочь заказчикам с выбором, поэтому не стесняйтесь, всегда обращайтесь на почту, звоните, контакты. На финальном слайде все будет, если кто-то еще не знает, как до нас достучаться. Борис, отвечая на ваш вопрос, проверим именно насчет характеристики бензомаслостойкости, как правильно мы можем это заявлять. Спасибо за вопрос. Ну, кстати, если кто-то из наших более опытных пользователей сможет подсказать, потому что я, честно говоря, с таким сталкиваюсь впервые с таким понятием, мы всегда рады и готовы учиться в наших партнерах. Ну что, я думаю, здесь более-менее все понятно, то есть, ну вот резюмирую еще раз этот слайд, что же, почему E-LINK, почему W60P? Во-первых, лучшая батарея, у которой нет аналогов сейчас на рынке в рамках обсуждения телефонов. Разъем 3,5 мм стандартизированный, не нужно искать гарнитуру, возможность подключения до 8 трубок использования 8 СИП-аккаунтов и 8 одновременных разговоров, что, скажем так, не все конкуренты обладают такими характеристиками. Ну и в целом, это большая трубка, эргономичный дизайн, удобный и в соответствии всем текущим мировым стандартам поддержка практически всех используемых кодеков. Это если резюмирую. Да, вопросов пока больше нет в части, наверное, более-менее понятно с трубкой. Я надеюсь, что да. Если вопросы появятся, спрашивайте, всегда готовы ответить. Пишите мне, Максиму. Ставимся на все отвечать. Пойдем дальше? Да, я думаю, стоит освежить в нашей памяти. Не трубка единой живой. Дектрежение от E-LINK, также еще и дектрепитера RT20, RT20U. В чем отличие двух моделей, кроме цвета, как можно заметить с первого взгляда? Ну, здесь хочется, во-первых, сказать, что эти репитеры пришли на смену RT10U. Раньше был один репитер RT10, теперь два RT20, только один из них с индексом U. И как вы можете отметить, вот на слайде, отличаются они не только цветом. RT20 подключается непосредственно в розетку, то есть у него встроенный блок питания в этом репитере. И он, скажем так, целиком сразу подключается в розетку. Второй же репитер RT20U в черном свете, который, у него выносной блок питания, который подключается непосредственно к репитеру. И его особенность, собственно, в том, что его можно повесить практически в любом удобном месте. Обычная розетка 220 вольт, я имею в виду. Обычная розетка 220 вольт, да. Это выносной репитер. Опять же, в стандарте DECT, повторюсь, нового придумывать сложно. Это все те же покрытия 300 метров на открытом помещении, порядка 50-60 метров. Внутри помещения, там, опять же, зависимость сигнала зависит от, уровень сигнала зависит от толщины стен, материала стен, расположения. То есть здесь в самом стандарте придумать что-то сложно, но можно придумать в части дизайна, в части возможности, удобности подключения. И вот еще важный момент, в новых репитерах наконец-то появилась индикация. В RT10 такой возможности не было. То есть теперь можно увидеть статус, включен, не включен, выключены ли к нему трубки. Теперь все это наглядно отображается в виде зеленых-красных индикаторов. Ну и, чтобы не было недопонимания, можно акцентировать внимание, что RT20 вставляется в белом свете. RT20 в черном, соответственно, обратной возможности тут нет. Нет, они вот только в таком решении. Белые одна модель, черная другая модель. Ну хотя, если есть запрос, я думаю, да, наши друзья и партнеры из Китая готовы сделать при наличии такой возможности. Ну еще несколько слов об этих репитерах. Про схему подключения, я думаю, стоит рассказать. Да, слушай, ну как их подключать? И вот я думаю, что на этом слайде мы сейчас ответим на вопрос Бориса. Эти репитеры, эта система, это не микросота. Здесь нельзя подключить репитеры за репитером, скажем так. Эти репитеры, возможно, подключить только по типу звезда. То есть репитер синхронизируется, один репитер синхронизируется с базовой станцией. Одной базовой станции, будь то W60 либо W52P, можно подключить до пяти репитеров к одной базовой станции. И, соответственно, один репитер поддерживает до двух одновременных разговоров. Вот нужно всегда это держать в уме, не путать подключение репитеров с возможностью организации микросотовой системы с бесшовным хендовером, аэроументом, например. Ну вот такая возможность есть, которая позволяет увеличить радиус сигнала ТЭКТ, если у вас достаточно большое помещение и, например, одной базовой станции не плакать. Тут, наверное, все достаточно просто, понятно. Коллеги, если есть какие-то вопросы, пишите. Запись вебинара будет доступна на нашем YouTube-канале буквально сегодня. Мы также разделили документы, вы можете скачать презентацию в формате ПДР, который только что увидели. И не забывайте про вкладку вопроса, если кто-то еще не отвечал, нам действительно важно в вашем дне. Есть еще вопрос от Алексея. Есть ли опыт подключения DAW-56 к ДЭК-систему? Отвечая на этот вопрос, я немножко вернусь назад на таблицу. Посмотрите на строчку стандарт стандарт ДЭКТ. Трубка поддерживает стандарт КТА-Q2.0. Не заявлена полная поддержка ГЭП. Исходя из этого, я что могу сказать? Даже если производитель заявляет поддержку ГЭП или там ГЭП-2.0, это совершенно не означает, что трубка будет работать с другой базовой станцией. Любой производитель в мире, не обязательно это Китай с Ялинком или, может быть, какой-то европейский производитель. Я так думаю, больше своих интересов не будет делать стопроцентную совместимость. Стандарт ГЭП, он в принципе утвержден как стандарт, если не ошибаюсь, чуть ли не в 70-х годах прошлого века. С тех пор этот стандарт не изменялся. То есть максимум, что смогут трубки при подключении к другой базовой станции, например, другого производителя, это зарегистрироваться на ней и принять и отправить вызов. Но никто из производителей сейчас не сможет обеспечить поддержку всего того функционала, который появился за последние 30-40 лет. Это, во-первых, все возможности протокола, как то caller ID, например, на русском, который очень важен, как то, например, при адресации вызова или конференция. Здесь вот нужно быть очень внимательным. Надеюсь, на этот вопрос я ответил. То есть будете считать, что Алексей... Да. Вот, касательно вопроса использования W60 как самостоятельное решение. Наверное, все-таки нет. То есть самостоятельное решение подразумевает некий выход в город. И здесь, в любом случае, понадобится SIP-сервер. То есть SIP-сервер нужен именно здесь для выхода в город. Это может быть ваш АТС, который стоит в офисе локально. Это может быть облачный АТС от одного из провайдеров IP-телефонии, скажем так, наших российских. Но для выхода в город в любом случае нужен какой-то SIP-провайдер. Если вы имеете в виду локальное использование без выхода в город, то да, это можно. В каждой трубке назначается... Может, может назначиться свой номер. Как раз Борис пишет. Да-да-да. Точнее, свой вопрос. Да-да-да. Есть, можно использовать без выхода в город. Они замечательно будут работать и звонить между собой. Касательно канальности вопроса Дмитрия... Скорее, ответа Дмитрия, отвечая на один из предыдущих вопросов. Да, ответ. Два навменных разговора на одном репитере, если вы под канальностью не идите именно это. Насколько я помню, вопрос был связан именно с дект-репитерами. Дмитрий Балашов, как раз, который отвечает на вопросы, это заместитель технического директора нашей компании. И также отвечает руководитель службы технической поддержки. Так что наши инженеры всегда рады помочь. Тоже можете писать любые вопросы на support.sobaka.ru. Обязательно помогут. Я по поводу Wi-Fi радиотелефона буквально пару слов. Вопрос достаточно распространенный на самом деле. И всегда при выборе какого-то решения заказчику, у заказчика появляется вопрос, а почему бы не использовать Wi-Fi? Почему нет Wi-Fi трубок или почему их так мало? Из своего опыта и, наверное, из опыта компании, в принципе, по этому вопросу могу сказать следующее. Что, во-первых, Wi-Fi более требователен к употреблению энергии. То есть сейчас Wi-Fi, именно передатчик, прием, ну, в принципе, используя эти технологии, я вот здесь не хочу углубляться в технику, он использует больше энергии. То есть руки хватает на меньшее, может не хватить на день из того, что представлено сейчас на рынке. Это первое. Второе, Wi-Fi все-таки используется не только для IP-телефонии, используется для передачи данных. И, скажем так, не везде есть возможность правильно этот Wi-Fi настроить. То есть как бы вы не хотели, например, та же микроволновка использует примерно те же частоты и может глушить сигнал. И вы будете жаловаться на трубку, а не на качество Wi-Fi сигнала. Здесь нужно разбираться. То есть в целом пока на самом деле вот такой мировой тренд, мне кажется, идет к тому, что Wi-Fi трубок не будет. Ну, не будут они такими популярными в связи с некими объективными причинами, скажем так. Я отвечаю, наверное, на вопрос, будет Яринк пускать Wi-Fi телефон, у меня пока этой информации нет. Пока Яринк не заявлял в своей роудмэп о выпуске или создании такого рода устройств. Ну, действительно, посмотрим, что будет дальше. Компания всегда прислушивается к мнению партнеров по всему миру. Карточки новых продуктов открыты, рекомендованы розничные цены, всегда доступны на нашем сайте. Также у наших менеджеров можно запросить актуальные прайсы. Так что не ограничивайте себя, если что-то нужно, спрашивайте. И работайте с новым оборудованием от Яринк. Надеемся, что качество вас удовлетворит, вы будете счастливы. А, ну, на этом, наверное, если вопросов нет. Ну, может быть, чтобы не смущать людей, мы показывали трубку крупно. Конкретно на этой нет кириллицы на клавишах, но, конечно, до 60V будет поставляться в Россию с кириллическими буквами. Так что, не переживайте. Да, полностью локализованно. Гарантия 18 месяцев. Да, стандартная гарантия 18 месяцев. Что вы еще говорите? Все, как всегда, короткие инструкции на русском языке. Любую подробную информацию вы всегда можете найти, зайти на наш сайт ipmatico.ru, найти карточку товара, посмотреть полные характеристики. Если что-то еще непонятно, или нужна какая-то помощь в организации, демонстрации, либо в сравнении с конкурентами, например, всегда готовы помочь. Собственно, наши контакты на экране. Спасибо за внимание. Очень приятно, что есть партнеры из Казахстана, из Киргизии, из Беларуси. Конечно, в любом офисе, в любой из этих стран всегда тоже вам рады помочь. На этом, наверное, все. Спасибо, что пришли. Будем рады увидеть вас снова. Хорошего дня. Хорошего дня. Продолжение следует...